Доброе утро! В эфире новости. С вами Егор Матаев. Начнем, как всегда, с главных тем к этому часу. В первый случай коронавируса зафиксировали в Алтайском крае. Заразилась женщина, которая прибыла из Доминиканской республики 20 марта. Два рейса из Таиланда приземлились в Барнаульском аэропорту в выходные, как проверяли прилетевших. Семь участков автодорог края могут оказаться в зоне подтопления в период паводка. За ними установили круглосуточное наблюдение. Первый случай коронавируса зафиксировали в Алтайском крае. Заразилась женщина, которая прибыла из Доминиканской республики 20 марта. Все это время она находилась в режиме самоизоляции. Инфекцию у нее выявили на 10-й день после прибытия в Россию. Сейчас женщина находится в 5-й городской больнице Барнаула. Ее состояние удовлетворительное. Клинических симптомов заболевания нет. Уже известно, с кем контактировала заболевшая. Организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Проверяют мужа женщины. Сейчас он изолирован. Анализы исследуют в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Новосибирска. Вся оперативная информация о первом случае и развитии ситуации находится на контроле губернатора края Виктора Томенко. Накануне заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без лишней необходимости, а провести время с семьей и заняться самообразованием. Дмитрий Медведев особенно подчеркнул, что эту нерабочую неделю нельзя называть каникулами. Также призвал не поддаваться панике. Предпринимаются все необходимые меры по борьбе с коронавирусом. Российские медики достойно проходят через труднейшее испытание. Круглосуточно помогая пациентам, хочу их за это отдельно поблагодарить. И благодаря этому удается сдерживать быстрое распространение болезни. Соблюдать установленный режим и ограничительные меры попросил горожан и глава Барнаула Вячеслав Франк. Он порекомендовал барнаульцам чаще мыть руки, носить маски, избегать тесных контактов с людьми и не посещать общественные места, а также соблюдать гигиену. В краевой столице закрыты все спортивные секции, детские центры, кинотеатры и ночные клубы. Отменены все концерты, культурные мероприятия и соревнования. Школы готовятся перейти на дистанционное обучение. Ограничена работа магазинов, ресторанов и кафе. Работают аптеки и продовольственные магазины. Кафе и рестораны функционируют только в режиме доставки и еда на вынос. И в продолжение темы. Два рейса из Таиланда приземлились в барнаульском аэропорту выходные. Как проверяли прилетевших? Ответы у Ивана Горбатого. Полицейские, медики, сотрудники распотребнадзора. Так барнаульский аэропорт готовится встретить два рейса из Таиланда. В 21.55 с острова Пхукет и в 12.35 ночи из международного аэропорта Утапау. По прилету все пассажиры отправятся на так называемый режим самоизоляции. Режим самоизоляции вводится с даты пересечения, с момента пересечения границы Российской Федерации на 14 календарных дней в домашних условиях. Но при невозможности они будут госпитализированы. После посадки в самолет направляются сотрудники распотребнадзора. Прилетевшим прямо на борту измеряют температуру и вручают документы, которые необходимо заполнить, не покидая салон самолета. Только если температура в норме, человека допускают на таможенный контроль для дальнейшей проверки. Всем прилетевшим мы раздали вот такую папку документов. Здесь постановление о соблюдении режима самоизоляции, инструкция по оформлению электронного больничного, а также анкета туриста. Сюда прилетевший заполняет свою фамилию, имя, гражданство, контактный телефон и номер посадочного места. Именно эти данные сейчас проверяют сотрудники распотребнадзора. Всего проверили около 500 человек. По словам сотрудников распотребнадзора, признаков вируса не обнаружено. Одного пассажира госпитализировали. Тестирование коронавирус не подтвердило. За остальными установили медицинское наблюдение. Две недели прилетевшие проведут дома. Границы закрывают, если стало меньше. Сегодня выезжали вообще, там уже людей нет. Просто проезжали, по дороге ехали, как будто город вымер. Вообще никого. Вообще в номере сидели в основном, никуда не ходили. Поэтому там мало общения было. Ничего не сказали. Просто вывесили объявление в отеле на ресепшене, что наш самолет раньше на 4 дня все. Для Барнаульского аэропорта это последние международные рейсы. 27 марта авиасообщение России с иностранными государствами полностью приостановлено. Исключение составит рейсы по вывозу наших граждан из-за границы. Иван Горбатов, Анатолий Фукс. Новости. В общественном транспорте Барнаула ввели обязательную санитарную обработку для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Перевозчики проводят также осмотр водителей и кондукторов до и после рейса, чтобы выявить возможные признаки заболевания. Всех сотрудников обеспечили средствами личной гигиены и антисептиками. Салоны транспортных средств проветривают, обрабатывают дезинфицирующими средствами с содержанием хлора и проводят в них влажную уборку. Для пассажиров дополнительные меры не принесут никаких неудобств. На времени ожидания особо не отразилось. То есть экипажам надо дополнительное время на санитарную обработку. Это порядка двух минут. То есть межрейсовый отстой увеличится буквально на минуту-две. И транспорт опять идет на линию. Семь участков автодорог края могут оказаться в зоне подтопления в период паводка. За ними установили круглосуточное наблюдение. Наиболее протяженные из них составляют около 10 километров и находятся между сростками и быстрянкой. Сложная обстановка в прошлые годы была и в Тольменском районе. Также подрядные организации выполнили основные работы на Чуйском тракте и трассе Барнаула-Рубцовска, граница с Республикой Казахстан. Дорожники очистили от снега верх земляного полотна, водоотводные сооружения и водопропускные трубы. На реках откалывают лед по периметру опор мостов и делают нарезку борозд перед ними. Это убережет сооружение от разрушений в период ледохода. Добавлю, для обеспечения проезда по федеральным дорогам Алтайском крае сформировано 19 оперативных бригад. В Алтайском крае начался сезон активности клещей. Еще 24 марта зарегистрирован первый случай укуса клеща, сообщили в Роспотребнадзоре. За пострадавшей жительницей Рубцовского района установлено медицинское наблюдение. Пик активности клещей прогнозируют на май. Однако опасность сохранится в течение всего теплого времени года. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют на прогулках в лесных зонах отдыха и во время выездов на природу соблюдать основные меры профилактики. Регулярно проводить самоосмотр, носить плотно прилегающую одежду и использовать репелленты. А при укусе клеща необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью. Противоклещевой иммуноглобулин детям до 14 лет вводят бесплатно. Взрослых обслуживают по страховым полисам. Впервые за долгие годы симфонический оркестр Государственной филармонии края сыграл концерт при пустом зале. Как это было, подробнее расскажет Владислав Кириенко. В коридорах филармонии рабочая атмосфера. Музыканты симфонического оркестра готовятся выйти на сцену. Вроде бы все как всегда, однако... До начала концерта считанные минуты, но в зале не души. Сегодня в филармонии концерт необычный в режиме онлайн. Выступление перед виртуальным зрителем – мера вынужденная. Причины называть излишне. Но ответственности не меньше. Тем более для музыкантов это фактически первый опыт игры на пустой зал. Мы какие-то концерты записывали, но это было давно и вот так вот. Серьезно в онлайн. Мы выходим впервые. Времени на подготовку было немного, всего два дня. Поэтому особое внимание свету, звуку и, конечно же, передаче картинки. У нас висит четыре камеры, поворотные, управляемые. Вот с помощью пульта, значит, производится управление камерами. С помощью видеомикшера производится микширование каналов. Все поступает в компьютер, оттуда уже, соответственно, в интернет. В программе часового выступления классика симфонической музыки. Увертюра к опере Руслана Людмила Глинке. Полонез Чайковского из Евгения Онегина. Персидский марш Штрауса. Словом, все, что можно узнать с первой ноты. Наши реалии сегодня таковы, что дойти до нашего слушателя приходится таким образом. И все наши крики наших людей о том, зачем столько гаджетов, зачем столько всего. Оказывается, вот зачем. Чтобы вот минуты трудные достучаться до слушателя, до зрителя, дойти до него и поднять настроение. Это было последнее выступление симфонического оркестра Краевой филармонии перед недельным перерывом. Онлайн-трансляцию посмотрели полторы тысячи человек. Когда выступят снова, пока не знают, но надеются быстрее встретиться со своим зрителем, будь он реальным или виртуальным. В филармонии уверены, музыка лечит. Если не от вирусов, то хотя бы от плохого настроения. Владислав Кириенко, Алексей Шаульский. Новости. К этому часу у меня все. Продолжим ровно в 13.00 в эфире телеканала Катунь-24. Редактор субтитров А.Семкин